Спонсор этого видео канал NotSeries, на нем вы найдете увлекательные стримы по ход 4 и прохождение других игр в жанре стратегий и РПГ, и все это приправлено душевной атмосферой и живым общением с аудиторией. Тебя ждет выполнение ачивок и тематические прохождения, не будет скучно никому, ссылка в описании, рекомендую. Всем привет, с вами Эмбро, продолжается наша кампания The Legion Цезаря, также продолжаем мы готовиться и ожидать битву за дамбу Гувера. Вот, эта дамба здесь вот находится, и это будет очень важно, битва и желательно в ней все-таки затащить. Электричество, кстати, плюс 56, тут, понимаете, не только в нем суть. Воды здесь 168, понимаете? Мы когда захватили фермеров, мы там же типа молоко получили с них, а это молоко, оно нам воды дало, о, десяточку. Ну, как вода считается, жидкая же, плюс-минус. Воды, конечно, нам так уж там много и не надо, но мне кажется, что дальше будет производство наш увеличиваться, и дамба, в общем-то, в этом нам сильно поможет. Также здесь по ресурсам у ковбоев тоже все, в принципе, по мелочи, но зато все есть. Значит, сейчас, чего я в итоге получил, мне дали задание. Дала задание мне одна организация, и я думал либо отказываться, либо согласиться. Короче, если бы отказался, то испортил бы отношения со всеми организациями на 5, но если сейчас мне не получится за 180 дней построить 4 военных завода, то потеряем со всеми на 15 отношения. Короче, такие дела. Нужно сейчас строить 4 вот этих вот военных завода. Тут скорость плюс 70, тут плюс 50, и я уже начал слегка паниковать. Ну, не сильно, конечно, это по сути фигня отношения, переживем как-то. Но все же хочется как бы квест этот выполнить. И я вспомнил, что нам можно здесь повысить кое-что. Так, незарабанную плату это нам не надо. Вот. Закон, регулирующий экономику. Можно перепрыгнуть вот сюда вот и получить фабрики. Здесь скорость строительства военных заводов минус 30, здесь плюс 10. Перескаким будет плюс 40. То, что нам нужно, берем. Итак, фабрик у нас теперь, думаю, даст чуть побольше, но в принципе неплохо. Теперь главное, что быстрее мы строим военные заводы. Поэтому должны успеть. А вот насчет страны ковбоев. Страна ковбоев, пожалуй, самая жалкая земля в пустошах. На своих скудных машинах, велосипедах и робопонях они защищают огромные стада браминов. Им будет лучше под нашей пятой. С инструкциями Наваха мы будем правильно управлять их стадами и кормить нашу империю. Через один день получаем претензию на эту страну. Пора уже, кстати, войска наши не тренировать. На счет наших полководцев, Мальпоис я прокачал, он стал теперь хитрым лисом пустыни. Теперь он и просто лис. И еще и хитрый, оно комбинируется. Гавруном его сделал, скорость восстановления также на оборонную атаку пехотной дивизии. Ну и всех остальных, в общем-то, я прокачал, вот получил атаку оборонно-пехотной. Потеря организации при движении. Так вот, это уж здесь большой был выбор. Вот на защиту взял, само здесь такое адекватное, что было. Пригодится. Ну и Люциуса тоже взял на защиту, на нехватку снабжения, минус 20%. И потеря опытных бойцов, это полезно, на самом деле. Не будет так сильно теряться опыт. Ветераны будут, короче, просто жить дольше. Так, все, этот фокус взяли. Теперь давайте будем работать, пожалуй, на эту дамбу. Рубикон. Скоро мы его перейдем. Группа наших фурментариев нашла одно место. Через реку, глубокую и широкую, где старь и вода столкнулись. Место под названием Болдер. В великой природе Колорадо. Че, знаки вопроса видите, как-то немного в ступор поставили, ну ладно. Бонус к строительству. Там мне сказали, что это будет все происходить в плане приграничного конфликта. Ну, не знаю, спойлер, это было для меня или нет. Но можно было об этом не говорить, я бы, в общем-то, и не знал, как бы это все происходило. Может быть, там война, хотя вряд ли война, потому что сколько мы играли, война так рано не начиналась. По-любому, конфликт приграничный, просто я никогда за этим особо не наблюдал. И нам нужно будет сделать качественные войска, которые будут забраны игрой на этот самый приграничный конфликт, потому что мы им управлять не сможем. Игра все это сделает автоматически. Нам нужно только подтолкнуть ей хорошие дивизии, а то он возьмет самые плохие. И вот хорошие дивизии, это вот эти вот, Prime Legioners. Я уже добавил им здесь спецназ, вот единичку еще. И еще разведку. Нужно добавить им подрывников, чтобы поднять атаку. Ну и пулеметчиков тоже можно, не знаю, селим их, когда еще сделать. Я их пока просто не ставил. Хотя уже можно, в принципе, поставить. Давайте-ка сделаем вот так вот. Ну что, пусть пока сейчас подготовятся. Также я смотрю, у нас и здесь корабли. А вам там... А, они на суше. А что вы на суше делаете? А как они вообще здесь могли, кстати, оказаться? А, а они им выплыть, в принципе, могут. Вау, нифига себе, у них даль... А что за дальность такая? На всю карту, что ли? Ха, нормально. Так, ну, я думаю, нам нужно как-то домой, что ли, приплыть. Мы можем как-то вот сюда приплыть? А, это не наше? Понимаю. А, мы, наверное, не приплывем домой. Ладно, что ли, стойте тут. Сейчас у нас здесь когорта ланью захватят. И мы пришвартуем их туда. Давайте будем нападать. Два солнца звать не буду. Сейчас с Олой мы справимся. Поехали сразу. Ну, ковбоев мы сейчас быстро расковыряем. Проблем никаких не будет. Все-таки сравнили. Какие-то ковбои идут и легионеры. Резистор, кстати, легионеры уже изучили. И можно сейчас брать еще секретный язык, шифрование. Это, кстати, получается, у нас будет шифр Цезаря. Он, правда, изобретен был Цезарем, который давно жил. Но мы его сейчас заново изобретаем. Помню, когда был мелкий, совсем, написал программу, которая шифрует текст на PHP. И я даже не понял, что, оказывается, это я шифр Цезаря сделал. Ну, там он был, конечно, такой кривой у меня, но прикольно было. Так, ладно, не отвлекаемся. Берем сейчас Пуэрто-Пинаску. Сюда столица в Ультимор. Улетела, да. Это было очевидно. Ну, погнали, в общем-то, сюда вот. Так, Рубикон почти мы взяли. Потом нужно будет... Так, насчет этой плотины. Бонус к атаке. Бонус к атаке. Когда вы начнете пограничную войну за Болдер-Сити, вы получите 10% бонус к атаке. А, смотрите, Болдер-Сити. Там сказали то, что будет два приграничных конфликта. За Дамбу, а потом еще за Болдер-Сити. Только вот, сначала же нужно победить в битве за Дамбу, а потом уже на Болдер-Сити переходить. Уф, нормальненько так. А как, а что брать-то? Типа, если первая битва будет легкая, то на вторую можно встрять, потому что бонус-то я не возьму. Знаете, лучше первую выиграть, вторую проиграть, чем проиграть первую и до второй не добраться. Поэтому давайте возьмем отображение плотины. Кимбал, Цезарь, Хаус. Можно подумать, что весь их мир это стена, перерезающая Колорадо. Если бы я никогда не видел его, никто бы не говорил о нем. Так, 10% бонус к атаке. Кстати, насчет бонусов к атаке, там, есть легат из Мальпоиса, вот он имеет атака плюс 15%. Это у нас Джошуа Грэхом. Гениальная тактика, близкий друг Цезарь. Атака дивизии. А вот мы, кстати, в битве за Дамбу-то будем атаковать или обороняться? Просто при граничной конфликт, кто-то начинает, тот и атакует. А кто его начнет? Оно, может быть, тут написано. Пройдет событие, а не, там, странно. Я не знаю, просто атака, небо, защиту. Знаете, будем атаковать. Просто есть вариант взять еще легат Лани. Он, кстати, находится вообще здесь. Почему он должен отвлекаться, что-то как-то в Совете у нас здесь находиться, главнокомандующим быть, если у него там когорта своя есть. Будет заниматься своими здесь завоеваниями. Ну, в общем-то, лучше, думаю, атаку взять. Здесь очень приятно то, что организация дивизии и урон по гарнизонам будет падать у нас. Но это есть смысл, наверное, взять будет потом. Когда у нас будет больше войск, больше захваченных территорий. Еще и литский рейс русов с национальных территорий. Да, это будет в поздней игре больше пользы. А вот сейчас лучше взять атаку плюс 15. Потому что 15, это, блин, нормально. На дороге не валяются, как бы. Ну, а потом можно взять кого-то из вот этих взять. Вот, допустим, пехотное снаряжение, прорыв плюс 25%. Луций, это очень жестко. Плюс 25. Ну, конечно, для пехоты такое себе плюс 25. Но, тем не менее, все равно это многовато. А тут скорость роста сопротивления в наших регионах, оккупированных парагом. Вот, вульписа можно брать. Вот он классный чувак. Если вот нас, допустим, НКР захватит. Где-то вот так вот. Или там вот так вот. Или дальше уже не надо. То это можно взять и она будет офигевать просто от сопротивленностов наших. Вот, в общем, суть. Но пока, наверное, браться здесь ничего не буду. А то у нас популярность Цезаря нашего 70%. А нам такое, как бы, надо повысить, что ли? Так, давайте теперь сюда вот. Ну, и что тут осталось? Немножко. Во что, он скабраться там? Ёрзай, что-то, как обычно. Кодированные сигналы. Может, что-то возьмем здесь пополезнее? Допустим, винтовки. Огнестрел. Нет, пока превышение там доктрины все еще изучают. Кстати, насчет док... А, вот это можно взять. Насчет доктрины, тут, смотрите, интересно было. Есть военная теоретика, которая дает время исследования сухопутной доктрины, уменьшается. А есть военная теоретика, которая уменьшает время исследования сухопутной доктрины только асимметричной войны. Но здесь плюс 10, а здесь плюс 15. То есть, прям, игра заточена на то, чтобы мы брали, дошли по асимметричной войне. А если я хочу через роботов сыграть за Легион Цезаря? А кто мне будет мешать? Не, ну, вначале, конечно, нет. А потом можно технологии-то податься. Но сейчас нам прям тянут выходить в асимметричную. Мы, кстати, берем тактику античности, получаем организацию. Так, а вот здесь вот выбор еще один, только я не знаю, что он делает. Произвется быть о Мохавском Братстве и в территории Мохавы. Экспедиционный Курвус Мохавы просто не может контролировать свою территорию, оставляя ее уязвимой для рейдов. Что, конечно, не наша проблема. Произвется быть о рейдерах. Это что-то здесь покорежится немножечко территория Мохавы. Это не марионетка? Это что-то типа типа, как у нас в Горталане, только у них территория Мохавы. Только у нас она вон, бешеная какая. Еще она на рот какой-то напала. Мескалера, ух ты. Берегись. Так вот, можно... А, она сейчас даже воюет, кстати, против Мохавского Братства. О, блин. А смысл сейчас тут что-то с ним делать? Ну, посмотрим. Хоть мы и не любили отряд Братства, которые разгармели в Колорадо, враг нашего врага это враг нашего врага. Не больше, не меньше. Возможно, они смогут использовать эти лазерные винтовки вместо нас. У них еще рейдеры произойдет. Кстати, страна интересная, я бы за нее тоже поиграл, но... Витя постоянно пугает то, что... Она еще не переведена, тоже пугает. То, что ее очень быстро захватывает. Но понравилось, конечно, то, что ее переработали сильно. Раньше она была тоже такая прикольненькая, но там такие фокусы были прям скучненькие. А сейчас это прям... Прям что-то такое интересное. Да. Воу. И красиво-то, главное. Ничего себе. За нее точно нужно будет покатать. Тут много очень вариантов. И хотели же за этих Матери Близнецов. Они, кстати, тоже с этих делают. Вот. Они тоже будут играть сейчас очень большую роль в нашей компании за Легиона Цезаря. Швейцарский соус. О. Тут даже, кстати, знаете, что можно сделать? Покажу. Во, мать шума. Так я ее взял даже. Жрица Двух Солнц. Женщины Двух Солнц позволяют священным двигателем работать. Возможно, мы можем чему-то у них научиться. Я пока понятия особо не имею, что эта страна из себя представляет. Но это что-то такое магическое и что-то необычное. Но я пока в нее не вникал. И не делал этого, чтобы не спалерить себе. Не вам, если вы, конечно, еще не играли за нее. А лучше не надо. Скоро мы сами поиграем. Можно посмотреть. Ну что, я тогда беру сейчас фокус на, давайте, рейдеров на территории Мохаве. Пора сделать, кстати, нового войска этих легионеров. Сейчас давайте пыльмячиков влеплю. Ну и еще сразу подрывников. Генералиссим отправил еще один караван к нам. Мы получили огромные выгоды из этой дружбы. Хотя генералиссим распутник, которому, как говорят некоторые места на кресле, мы получаем выгоду от использования его. Его чего? Так, ну гладкоствол, пехотную технологию с курс исследований. И он, получается, быть отправил караван. Неплохо. Я тут с ним же как бы повышал отношения. Вон получал всякие ивенты. Мы получили, мы также военные мастерские. Ну и инфраструктуру тоже прокачали. Так, справляешься с народом? Когорда, конечно, у него послабее, но тем не менее. Распространился культ Маруса, бывает. А что это такое? Руководство Местник Пит запросило помочь в исследовании заброшенного научного заведения поблизости. Они считают, что тут есть крупный тионик со снаряжением Старого Мира. Типа, деньги отдать? Клад, ящик Пандоры. Слушайте, отдавайте денег, в принципе, у меня много. Кстати, собирателей. Нужно отправлять собирателей. Потому что там можно найти что-то необычное. Постоянно забывай про них. Так, сюда мы вышли дальше. Колорадский Блюз, либо же сражающиеся рейдеры. Смотреть, какие есть варианты. Можем, в общем-то, уничтожить инфраструктуру вдоль земель Колорадо. И, как бы, смысл. Конечно, если мы сможем пройти, мы будем идти по сниженной инфраструктуре. А это фиговенько. Если мы, конечно, пройдем. Не думаю, что это вообще нам интересно. А вот сражающиеся рейдеры. Ого, тут текста. Короче, мы можем дать ресурсы и оружие этим самым рейдерам. И они могут найти способ убить солдат в территории Мохавы. Вот это уже вот интереснее, чем корежить инфраструктуру, которая потом будет принадлежать нам. Понимаете? Начал, кстати, делать легионеров. По людским ресурсам тут 185 штук всего лишь. Я думал, ну больше будет кушать. А, ну не, они ж у нас десяточки тут. Желательно их вообще даже как-то увеличить. Но нам не дадут, потому что, да, лимит. Я решил сделать много войск, но, слушайте, а может быть, инвестиции упали. Недавно здесь была женщина, которая подала отличную идею. Прикрепите небольшие коробки кротокрысам, чтобы рассылать сообщения по пустошам. Это было гениально. Курьеры и кротокрысы больше не работают за гроши. Однако, одна проблема, которую мы не ожидали, заключалась в том, что кротокрысам не нравятся прикрепленные к ним коробки. Жаль, что мы уже профинансировали Мьюсен Принц. Сократите наши потери. Мы не можем себе этого позволить. Попросите Джереми, а не большой судья. А, так деньги, в принципе, есть у нас. Короче, может быть, поменьше здесь стоит вот так вот сделать, а просто стоит разогнать. А, у меня опыта нет. Подожди, сколько у нас там дней осталось? Просто скажи-ка мне. У нас потом почти год. Давайте будем тренировать. Я просто хочу сделать покрупнее дивизии легионеров, потому что, ну, десяточки, знаете, вроде дивизии эти как бы уникальные, вроде сильные, но с десяточкой такой себе. Значит, пока одна есть. Давайте-ка, может быть, еще тройку буду готовить. И расширю их до двадцатки. Надеюсь, этого хватит. Ну, потом, конечно, можно будет увеличить размер спецвойск. Но это будет, опять же, потом. Так, а сейчас? Слава легата мы взять не можем. А вот не спрашивай, что говорит Лис. Вульпис заслужил свою славу, пусть же он продолжит свое дело. Ага. Когда вы начнете войну за Болдер Сить, вы получите бонус в десятипроцентной к атаке. А, ну, то есть и на то, и на другое десять процентов у нас уже есть. С помощью своих навыков фурментарии вызовут волну перебоев и непылаток по всему Мохаве. Их действия приведут нас к полотюни даже гораздо дальше. В земли гнилой республики. Но вот через Малпоиса, да, не пойдет у нас. Нельзя. Потому что, я так понимаю, славы здесь не хватает. Цес, Олегат, Глори, ТТ. По славе, да. Там немного... О, господи. Тут. У Вульписа видим то, что медиум. Слетел что-то русик. Я не знаю, то ли он обновился, то ли у меня что-то съехало. Ну, короче, как-то вот так. Что я сейчас хочу еще сделать? Мы можем отправить экспедицию к Белоногим. Белоногие могут стать ценным представителем Легиона Вьюти, не без нашей помощи. Однако, они оставляют за собой право отказать нам в помощи, поскольку дикари всегда такие непостоянные и любят нарушать свои клятвы. Ну, окей, давайте отправим. Что? Ладно. Возможно, это у меня что-то навернулось, потому что в прошлой серии же было все нормально с этим. Влиянием? Может, это что-то сломалось? Надо будет проверить русик. Белоногие обычно соглашаются и вступают в Вальянск к Легиону. Но тут, видимо, что-то не пошло. Ну, да ладно, невелика потеря. Можем также, кстати, здесь восстанавливать испытательный полигон, но это я опять же буду делать потом, пожалуй. У нас там по квесту сколько осталось? 30 дней, а мы... А, а мы достроили, кстати, уже все. Делаем фабрики, которые нам уже не нужны. Давайте одну доделаем здесь. Войска, кстати, обновил. Прямо впритык встали. То есть больше уже делать не могу. Рассчитал, как хорошо. Опа, достижение. Это что-то с деньгами, походу. Так, а битва за Дамбогу Вера. За Меркл, Болдер, Ситю... А, то есть, я так понял, нужно уже оккупировать. Легат Мальпоисона Марш, он одерживает славную победу и захватит Дамбогу Вера. Мост Калифорнии. Победе. Должно, короче, решение-то случиться, и потом уже можно выходить дальше по фокусу. Пока что нужно ждать. Можно взять выход к морю, кстати. Легион наконец-то получил прямой контроль над портом, что находится у берегов Тихого океана. Несомненно, доминирование на воде откроет нам массу новых стратегических и тактических маневров, вроде возможности обхода сухопутной линии обороны противника. Пришло время воспользоваться этим преимуществом. Собиратели нашли что-то. До военного добра в рынок старой фабрики. Будет добавлена технология схемы систем струйной дуги. А что это за система такая? Вау, мы какую-то технологию сейчас нашли. Что-то разблокировали. Бизнес. Что-то. Что может быть по решениям бизнеса вот этого? Неудача? Что? Построите 37 фабрик. Сейчас... А, или может быть оно выполнилось. Просто пишется неудача, потому что хойка не умеет по-другому. Вроде да, вроде все нормально. Так, у нас здесь последний, кстати, осталось. Сейчас что еще сделал? Я нашего искать здесь прокачал. Легионеров я хочу делать полностью из сказок, чисто укрыть фронт. А вот фрументариев я решил сделать жесткими. Причем этим буду доволять я пулеметчиков, потому что там противопехотная атака и защита главная. А вот подрывники, они хороши прорывом как раз. Так вот эти войска, они будут у нас пока что с заменой техники. Чтобы двигать фронт, вот эти вот нам очень сильно помогут. Пока десятка, а пока чуть-чуть, но потом я сделал их двадцаткой. Подрывников нужно будет еще сюда вот засунуть. Ну и пулеметчиков тоже сюда поставлю ради урона, там чуть защиту поднять. Было бы неплохо. Так что вы поняли, как я буду делать. Это у нас защита, а у этого у нас атака. Давайте я поставлю сюда звездочку. О. Выход к морю готов, но порт пока брать не буду. Давайте состояние легиона возьмем. Подожди, мы здесь кстати получим технологию векселарии. Если я не ошибаюсь, векселарии это те, кто идут и знамя держат. Это вроде они. И как они нам помогут? Может там боевой дух? Ну окей, давайте возьмем. Кстати, мы теперь тоже получили секретный соус. Класс. Доход повышается на 5%. По деньгам у нас кстати еще 600, может что-то здесь такое прикупить. Снять налог на предметы роскоши. Да не. А вот флагстав прокачает. 350. Я бы... Да, давайте прокачаем. Так, 200 дней осталось. Скоро уже будем кувыркаться. Единичка есть, а там уже где-то дивизии 6. Кто-то можно еще одну сделать. Где-то дивизии 6. Смотрите, нам нужно короче сейчас будет сделать побольше этих войск. Пока не можем. Как сможем? Я тут нашел один фокус. Следопыты Навахо, которые нам дадут коэффициент численности войск спецназначения плюс 4%. Цезарь покорил большую часть народов Нью-Мексико и Аризоны, но народ Навахо сражался столь яростно, что ему было позволено сохранить за собой автономию в обмен на служение. Их следопыты воюют за легиону, как обособленные боевые единицы, что четко привязаны к интересам собственной родины. Это сказывается на их эффективности и рвении на поле боя. Так, и мы получим технологию еще ID-тренинг. Окей, получим. Надеюсь, хоть это 4%, хоть единичку нам даст еще дополнительную этих вот войск. Было бы неплохо. Так, ну полководца здесь я не ставлю, потому что там игра сама назначит. Считать еще поставим. А национализация тут прошла, получили здесь всю промку целиком. Вот такая промка, конечно, бешеная. Ну ладно, пойдет. Выходим теперь сюда. А следопыты Навахо, они вот где находятся. Легион Навахо. Фокусы у них, кстати, переведены, кроме ивентов. Но они там зависимы. В отличие от когорты Ланья-то. Наш дорогой Пикос, ты будешь кушать? Армия Шейла, кстати, лос захватывает. Ой, будем за ней наблюдать. Надеюсь, она не сольется. А этого ты не трогаешь, да? Что-то они решили вообще наоборот действовать. А, подожди. Это марионетка армии Шейла? Все-таки они ее потрогали. Окей, сюжет здесь немного другой будет. Винтовки новые, кстати, тоже сейчас я прокачал. Тут, кстати, трешка стоит фартов. Но я что думаю сделать? Я решил здесь по 3 построить. Не знаю, насколько нам это сильно поможет, но строится оно быстро. Поэтому давайте на всякий случай здесь, на востоке от этой дамбы, да построим фарпосты. А то на голой территории стоять такой себе. Так, что за тренинг? А мне не покажут, да? Это вот эти вот технологии. Поняшка. Четырехногие легендарные существа. Подожди, поняшки! Это же... Они вроде у страны ковбоев были. Вроде как-то так. Поняшка. Это робот же. Да это робот. А, извиняюсь. О, кстати, клад получили. Нормально. Местник Пит. Крайне благодарен нам за наш успех. Предлагаю возможную услугу в будущем. Шансы, конечно, здесь по 8, по 50, процент 12. Ну окей. Что-то да мы там дополучим. Сейчас я, кстати, беру фокус на Великую Палату. Здесь получаем бонус к моторизированному транспорту. Ну и бронетранспорту тоже. Атака, скорость. Два солнца к нам колено преклонили. И мы получили теперь возможность исследовать их святые места. Потом возвращение колесниц. Два солнца имеют самый крупный автопарк в пустоши. Они должны с гордостью воспринять возможность предоставить свои автомобили для нашей военной экспансии. Ммм, технологию новую получим. А здесь командиры отряда новую возьмем. Войнезаводы, фарпосты, транспортную технологию. А тут еще бонусы, кстати, на технику. Даже на танки, вон, скорость. Технику уже скоро я буду, кстати, изучать. Может быть, ее уже поставить тут. 60 дней, мотоцикл. Потихоньку к танкам двигаться. Думаю, сначала буду делать я, наверное, БТРы. Слушай, танки, ну как бы. 80 производства, стоимость такой себе. А вот чисто БТРы используют. Тем более, у них броня 35, у самых здесь лучших. У этой Кока-Колы 25. В начале, в середине игры, в середине игры уже некоторые смогут пробивать, потому что потово используют. А в начале игры это никто не пробьет. Да и цена на копеечные, 8 стоит. Так-то КПД у БТРов, он очень хороший. Поэтому будем делать их. А там уже насчет танков посмотрим. В любом случае, хочется, но там уже как пойдет. А, на Фениксе, смотри, где плюс 70% и сколько свободных ячей, капец. Че это там везде строят? Тут давайте будем. Формация к ли нам готова, а теперь давайте вот сюда. Еще бонусы на пехоту. Но также бы мне выйти куда-то еще чуть на пром. А, или лучше вот сюда. Это поможет нам сражаться. И дипломатическая дистанция увеличивается. Очень надо. По промке сейчас, кстати, все вполне себе более-менее. Посмотрите. Все очень даже хорошее, поэтому сейчас уже планирую делать БТР я. А тут, опа, еще одного готовим. Ты можешь прокачать, может? Да, можно, но смысла уже нет, потому что 20-ка и так. Да, у нас нету больше ротподдержки каких-то еще. Надо бы что-то там изучить, типа там ПТО. Я не знаю, что на самом деле здесь лучше все подошло. Собаки, ну это больше, знаете, на полицаев, силовикам их кинуть. Ремонтка. Ну, легионерам не надо ремонтка. Хотя было бы, конечно, полезно, но все равно. Вот логистику, либо ПТО туда поставить. Мне кажется, лучше ПТО. Потому что, как бы, ну, он, конечно, техника будет. Сейчас, кстати, у нас много еще политластий. Думаю, можно взять воинов на вахо. Это, наверное, на войска дадут. Шифровальщики. Смотрите. Шифрование плюс 20%. Это в бою помогает тоже. Торговля с резервациями. Силы два солнца приняли динарий. А, и тайные валюту нашу примут. Ну, да, согласен. Берем. Клестница 200. О, смотрите, развернем две дивизии БТР. Сразу можно получить. Давайте берем тоже. А тут еще бонус воздушные технологии. Но это нам особо не надо. Добро пожаловать в регион Новахо к мастерам торговли. Флагстав откроет новый бизнес. Бизнес хорошо берем. Так, ну и все-таки я сохраню. Где, что я здесь новенькое такое получил, интересно. А, вот оно. Это нам дали Новахо, а это два солнца. Опытные, кстати. А тут вообще ветераны нам дали. Ну-ка, и что это по войскам? Эти даже редактировать нельзя. Уникальные шаблоны. Эти тоже, кстати, уникальные, но двушку получили мы просто, как бы, поверх лимита нашего. А теперь сейчас ее здесь в одно уберу, уже не сделаем. Так что он как? 12. Вполне себе неплохо. Ну, там писали то, что дивизии БТР, а далее моторизированные. Хм. Я рассчитывал на механизированные. Обманули меня. Капец. Я думал, что тут, блин, бронированные будут пояска. Как-никак. БТР-ш. А нам мотоциклы. Хотя, может быть, там находятся машинки, что ли? Я не знаю. Давайте посмотрим. Та не. Мотоциклы ржавые. Класс БТР. БТР. Ну, чисто БТР. Ладно. Их давайте сюда вот вставим. Спасибо за БТР такие хорошие. Надеюсь, их не пробьют, как говорится. Все, там остался один день, но эту девизу я, да, не распакую. А, тогда мы прибыть... А вот как они сделают. А я думаю, я смогу ее распаковать. Я просто ни разу так, ну, по крайней мере, не замечал такого момента. Думал то, что можно все-таки будет распаковать, раз она у меня уже готовится. А она даже распаковать не дает. Вот гады какие, а. Мне бы вот этих распустить. Они мне не нравятся, на самом деле. Эти получше как-никак будут. Ну, ладно, уже давайте шестерочку, я думаю. Справимся. Вот 6 на 6 как раз помахаемся. Но нам тоже быть войска получше. Здесь странно то, что русификатор опять не сработал. Скорее всего, что-то у меня, мне кажется. В общем, здесь идет речь о этой дамбе. Что она из себя представляет. А также нам сообщают то, что наши разведчики заметили концентрацию здесь военных сил, а также увеличение производства электроэнергии, которое направляется и в НКР, и в Нью-Вегас. Производство энергии вот. Ну, как бы увеличение, не знаю. Две турбины все крутит. Ну, в общем-то, еще речь идет о том, что, как бы, Цезаря не особо-то и интересует вот эта технологичная дамба, но она является ключом к Мохаве. А заполучив этот ключ, мы сможем завоевать Запад просто. А также, конечно же, включительно и Нью-Вегас. Тот самый Рим, который хочет получить наш Цезарь. Через 5 дней легат Мальпоис возглавит атаку на плотиноку Веры, используя войска, развернутые рядом с ней. Это все будет организовано в форме пограничной войны. Плотинок, протянувшийся через могучие Колорадо, стала сегодня полем битвы между двумя огромными силами. По прямому приказу Цезаря, сам легат Мальпоис возглавляет огромные силы легионеров и племенных помощников в попытке захватить так называемую Стену Старого Света из-за рук Новой Калифорнийской Республики, которая удерживала ее с момента заключения Нью-Вегасского договора с 2274 года. Легион, которому помогает его превосходящая численность и яростное повиновение приказом, кажется, имеет преимущество и в столкновении, но ему нужно будет использовать любой импульс, который он получит от прорыва плотины, чтобы обезопасить себя от контратаки. Если нам это удастся, Мохава и Огни Вегаса откроются для Цезаря. Если мы потерпим неудачу, легат Мальпоис может оказаться в трудном положении, и НКР сохранит свое влияние на Мохава еще некоторое время. Так, кстати, только кто здесь атакует? Вроде мы атакуем... Оп, шесть. Была троечка, я уже обрадовался. У наших, конечно, есть легионеров здесь броня, но она 2.3, а это как бы пробивается запросто, но уже как бы неплохо, броня есть. Ну, вроде... Слушай, нормально, тащим. Неплохо. Но я не сомневался в наших. Ну, а теперь, кстати, нам нужно идти дальше. Контраатаковать будут, так понимаете, эти НКРовцы, но легат говорит то, что у него есть план по захвату Волдер-Сити. Окей, идем дальше. О, кстати, безграничное электричество. Что это происходит? Что это? Мы сейчас проигрываем? Нет! Кто командующий? Отсчитать его за это. Нормально махаемся? Может, подойдем? Кого? Кого? Они забрали дивизию. Вы издеваетесь? Вы серьезно? Тут шестерочка. Нет. Не-не-не. Мы возьмем вот этих со столицы. Ух ты, я отсюда. Да ускориться-то уже. Хотя, мне сейчас она приедет пустая, без организации. Лучше не надо ускориться. На самом-то деле, пешочку. Класс. А сейчас там мы можем слить, ребята. Помогайте, блин. А мне кажется, мы сейчас сольем. Серьезно? Хотя, может, эти сейчас подошли. Мне кажется, что все-таки сольем. Мы там не пробьемся. Болдер Сити, он и крепленный вообще? Тут крепы есть? Да нет, ну пустой. Да ладно. Ой, как повезло. Ну что, мы только дамбой отделаемся? Или это типа все? Когти смерти съели нашу группу? Спасибо. Класс. А, тут что у нас? Гентл Сити объединился с Глорием. Генералиссимо отверг связи с Легионом, вступив в союз с распутниками из ресвулики Риогранде. Мы это запомним и еще увидим их распятными возле их виллы. Дегенератом родине его место накрестил. Серьезно? Ты что, кинос, козел? А, теперь он еще принимает фрументарию. О, а теперь еще фрументариев наших принимает. Отплатит Цезарю в общество. Красава. Тупо на двух стульях сидит. Так, мне теперь интересует вопрос Болдер Сити. Мы сольем здесь, я уверен, 100%. Я ничего здесь не могу сделать. Главное, я абсолютно ничего не могу сделать. Поэтому это все остается на совести игры. Надеюсь, дамбу хоть-то мы сохраним. Легенда о мяснике. Ланиус вернулся к нам. Если только на некоторое время. Он добрался до Апач. Он осадил Розуэл. Он пересек хранилище Тек. И Апачи пали. И Розуэл тоже. И убежища были разбиты. Это великий день для Легиона. Если кто-то из последователей Цезаря беспокоится о восточной когорте, что ж, Цезарь будет держать его в узде. Пока он жив. Помнит и смертен. Ну, какой перевод есть, такой я и зачитал. Как-то вот так. Заменена идея добычи с востока на триумф в Нью-Мексико. Получим даже пассивный доход. Это мы? Это мы, наверное, получим. А, вот добыча с востока. Все. Ну, нормально. Ладно. Чего вот насчет вот этого? Я так понимаю, фигня все это. Это мы, кстати, взяли. Давайте выйдем пока, что, может быть, тропы на вах. Инфраструктуру я прокачаю. Ну, да, это ясно. Надеюсь, хоть дамба-то не уйдет от нас. А хотя бы, подожди, колбочка-то зелененькая. Слушайте, а тут ротация-то проводится. А мы ведь можем и пробить. Слушайте, так. Серьезно? Вы серьезно? Я уже руки с клавиатуры убрал. Офигеть. А че вы так-то, а? Офигеть. А я уже тут думаю, что же делать? Дамбу ведь отберут. А, ну, вон, не, легат, красава. Сумок, затащил. Легион захватил Мохавы. Мальпоидский легат ведет свои войска к границам самого НКР, а их пленники маршируют на восток к Флагстафу. С падением территории Мохавы Нью-Вегаса остался беззащитным. И пусть тоже затаило дыхание. А вот здесь вот описывается сам процесс сражения. Кому интересно, можете почитать на монтаже. А вот, ребята, кто выигрывал вот за дамбу, битву, кто проигрывал вот за Болдер-Сити, напишите в комментах, я бы потерял бы дамбу, если бы проиграл. То есть, а если бы я потерял, типа, че делать? По-любому, кто-нибудь там из вас играл, потому что я себе это видел. Напишите в комментах, просто интересно, как же дальше-то поступать, типа, в такой вот ситуации. Ну, а сейчас, послушайте, офигенно даже. Здесь уже, кстати, сопротивление выросшее. Получили, мы ж еще. А, мы ж всю территорию Мохавы забрали себе. А НКР тут, ну, отгрыз Ниптон. Да, он забрал, то есть, часть его. А часть забрали мы. Гелиус, кстати, один у нас. Электричество пошло-поехало. Кстати, промка здесь, ничего такая, знаете. Очень даже неплохо. А Гуд Спринт, жалко. ОНКР, ну ничего, мы заберем тоже его себе. Так, и, собственно, Болдер-Сити, военные заводы. Ну и дамба. Конечно, давайте на дамбу-то посмотрим. Плюс 56 сейчас дает. Я ей, кстати, не владел никогда с этим вот обновлением. Не знаю, как здесь турбины эти запускать. Но, надеюсь, мне игра расскажет. Или, может, просто там посмотрю. Обучение, или вы в комментариях напишите. В общем, воды куча. Куча всех остальных ресурсов. Также промка, 10 человек здесь живет. Призывники, один. Один из нуля. Но пока что, давайте сделаем перерыв. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Скачивайте моды на русском языке, наши группы ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене, или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик, включайте все данные, что вы можете вывискать новое видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить крутые бонусы. А также играйте в мультипулярные партии. Ну что ж, с вами был Эмбр, спасибо большое за просмотр. До встречи.